МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомель. Из всех событий, уходящих семи дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Что там на полях? Наши корреспонденты узнали, чем сейчас заняты аграрии. Как стать бизнесменом и не прогадать? Эксперты дают советы. Шанс стать родителями. Семейные пары получат возможность сделать бесплатное ЭКО. У Гомеля день рождения. Какие сюрпризы подготовили для гостей праздника, смотрите в большом репортаже. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Этап за этапом на Гомельщине проходят полевые работы. Среди главных задач у аграриев региона – сев озимых зерновых культур и уборка овощей. Работа с озимыми – процесс ответственный. От того, насколько тщательно ее выполнят, зависит устойчивость посевов к внешним факторам. А сбор любимых семи картофеля, лука и других овощей – отличный повод оценить урожайность, сравнить успехи прошлогодние и нынешние. За ходом полевых работ в Гомельском районе следила наша съемочная группа. Агрокомбинат «Южный» не сбавляет обороты. А работы в поле – от рассвета и до заката. Весь главная цель – максимально качественный сев. Площади остались прежними – 1700 гектаров. Условия для их освоения созданы приемлемые. В плане труда работается хорошо. Питание у нас двухразовое. Для работы в поле все соблюдено. Своевременно все свои запчасти. Техника немного обновилась. Ну, в целом, все хорошо. На Тритикале выделено 800 гектаров от общей площади. Оставшаяся более крупная часть – для пшеницы. Именно ею сейчас заняты труженики агрокомбината. Сорт пшеницы – богатка, первой репродукцией. Он прекрасно переносит холод и засуху. К тому же урожайность у него отличная. Зерно получается наполненным, с хорошей клейковиной. Руководители процесса уверенно утверждают – работы будут выполнены к концу месяца. Оптимальные дозы внесены в азотно-фосфорное калининое удобрение перед посевом еще в срок. Семена протравлены, обработаны. Посев идет в оптимальные сроки. На данный момент на посевной задействовано три посевных агрегата. Более 100 гектаров высевают в день. Уборка картофеля – еще один важный пункт в плане работников села. К суп тепличная урожаем этого года довольна. Он лучше, чем в прошлом году. Тем не менее, аграрии отмечают – побольше осадков все равно не помешало бы. С одного гектара здесь собирают 200 центнеров картофеля. Поэтому план в 6,5 тысяч тонн – вполне реальная цель для предприятия. Убираем сейчас сорт «Бриз» картофель. Убрано уже 18% от всей площади. Общая у нас площадь 320 гектар на двух отделениях. На сегодня в Гомельской области засеяно больше 30 тысяч гектаров азимых зерновых. Это около 20% от общего плана. Что касается картофеля, план уже выполнен более чем на 10%. Николай Скинтиян, Валерий Гопанько. Новости недели. В туберкулезной клинической больнице после реконструкции капитального ремонта открыли пульмонологические отделения. Теперь все предусмотрено для качественного лечения пациентов и комфортной работы персонала. Пульмонологический корпус был построен 38 лет назад. За это время здесь проводился только текущий и косметический ремонт. В 2014 году здание закрыли на реконструкцию. В 2017 из-за отсутствия финансирования работы были вынуждены приостановить. В этом году распоряжением председателя Гомельского облсполкома Геннадия Соловья были выделены необходимые средства для завершения реконструкции. Всего около 2 миллионов 200 тысяч рублей. Следующий шаг построить больницу скорой помощи и оснастить ее КТ, МРТ и ангиографом. Также в перспективе строительства инфекционной больницы, которая будет рассчитана на 126 мест. Белорусские следователи отметили свой профессиональный праздник. В актовом зале Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области многие из тех, кто внес весомый вклад в поддержание национальной безопасности страны. И как признание заслуг, награды от Гомельского облсполкома и Горисполкома, а также правоохранительного блока. Дипломы, благодарности и медали. Плюс нагрудные знаки «Служим закону народу Отечеству» и «За заслуги». Сегодня каждого члена Следственного комитета можно назвать настоящим профессионалом своего дела, ответственно и серьезно относящимся к делу. Люди, которые хорошо понимают, что от их компетентности и объективности зависит не только престиж службы, но и судьба людей. В регионе прошел 15-й международный фестиваль «Славянские литературные дожинки» и 4-й международный форум молодых писателей и любителей искусства «Слово». Славянские литературные дожинки на этот раз продолжались 3 дня. Помимо Гомеля, фестивальные площадки были открыты в Житковичах и Турове, на родине известного полецкого просветителя Кирилла Туровского. В целом программа достаточно насыщенная, и вместе с представителями Гомельской области в праздники принимали участие писатели из Минска, Бреста, а также городов России и Украины. Тем временем стало известно, когда пройдет областной праздник «Тружеников села Дожинки-2020». В этом году мероприятие состоится в Мозыре 26 сентября. По словам организаторов, жители нашего региона привыкли к более поздним срокам проведения агрофестиваля. Обычно агрария вчествовали поздней осенью. В этом же году решили изменить традиции. Организаторы видят и неплохие шансы отпраздновать Дожинки при относительно теплой погоде. Бизнес в регионах. Кто поможет сделать первые шаги в своем деле, успешно выбрать нишу и минимизировать ошибки? Как опытные предприниматели и бизнес-союзы могут и влияют на развитие законодательной базы? Об этом и не только воскресное интервью с членом Национального совета по развитию бизнеса, директором Центра поддержки предпринимательства Светлогорского района Жанной Роговой. Жанна Яковлевна, добрый день. Спасибо, что приехали сегодня в студию телерадиокомпании «Гомель». В 2010 году в Светлогорске вы открыли Центр поддержки малого и среднего бизнеса. Какие задачи признаны решать Центр сегодня? Само значение Центра поддержки предпринимательства говорит о том, что бизнесу нужна какая-то поддержка. И поэтому задачи Центра поддержки предпринимательства это оказывать бизнесу посильную помощь в его ведении. Начиная с первых шагов в бизнесе и далее? Да. Приходит молодой человек, который, допустим, хочет открыть предпринимательство, но не понимает, в какой сфере ему деятельности определиться. И вот с этого мы начинаем работать с этим человеком. То есть вы даже в подборе ниши можете помочь? Да. Были бы деньги и желание работать? Да. Но даже в деньгах иногда помогаем. Ну, в подборе кредитных ресурсов, значит, в банках тоже помогает Центр поддержки. С какими проблемными вопросами, а ведь чаще всего именно с этим идут к вашим специалистам, приходят в Центр и сегодня жители Светлогорска и не только? Ну да. На сегодняшний день настолько упрощена система регистрирования в ЕГЭР предпринимательства, что вроде бы зарегистрировался, сходил в налоговую инспекцию, получил консультацию и работой. Но субъект хозяйствования с первых дней сталкивается с такой проблемой. Это очень большая проблема, допустим, в выборе сферы деятельности. Вот пример. Человек, который на сегодняшний день хочет производить окна или приобретать окна и ставить. Зачастую эта проблема, почему у индивидуальных предпринимателей появляется, потому что на сегодняшний день индивидуальный предприниматель захотел, вроде решил стать бизнесменом, зарегистрировался, а в то же время он не понимает, у него нет желания изучить законодательство. Да и навыков, наверное, нет, и компетенции, чтобы проанализировать правильные выводы. Да, и поэтому получается, он с первых дней начинает такие ошибки, очень серьезные. Решил, что он будет плательщиком единого налога по установке окон. А то, что он их приобретает, это два вида налогообложения, он как бы не знает. Поэтому мы начинаем вот с первых дней, когда он к нам приходит, мы начинаем разговаривать. Дальше очень большие проблемы, с которыми обращаются, это на сегодняшний день получение, ну, как бы начало стартового капитала и первоначального для бизнеса. На сегодняшний день отсутствует практически для индивидуальных предпринимателей кредитные продукты в банках. Если предприятие, вновь открывшееся, может написать шикарный бизнес-план и предоставить в банк, сказать под залоговое имущество там или под поручительство получить кредит, то у индивидуального предпринимателя это практически вообще отсутствует. Поэтому как бы тоже находим способы, работаем с банками, находим способы, ну, как бы помогаем предпринимателям определиться с этой проблемой. Сейчас консультируете онлайн? Да, да. У нас вообще консультация бесплатна, поэтому мы в любом виде... В том числе онлайн в связи с пандемией, я так понимаю, что при желании сторон... Да, ну, у нас это было всегда, даже без пандемии. Мы и по телефону даем, и со всей республики звонят, поэтому мы даем консультации всем. Я знаю, что до открытия центра вы занимались розничной торговлей. Что подтолкнуло вас к приходу в эту сферу бизнеса? Может быть, мысли о том, что бизнесу действительно часто не хватает компетентных советов? Ну, я такой образ жизни вела, ну, общественный как бы всегда, с начала деятельности, да. Ну, и с 2003 года я была членом рабочей группы при Минэкономике. И там со мной была коллега из Рогачева, Алла Михайловна Гуревич, у которой такой центр существует с 2006 года. Она привезла это из... значит, была в Штатах и получила там богатый опыт в этом плане. И вот попыталась реализовать одна из первых в Республике Беларусь. Сделала такой центр, и мы с ней всегда работали, и как бы вот это меня сподвигло. С 2012 года вы входите в состав и регионального, областного, и национального совета по развитию предпринимательства в Беларуси. Вот интересно, к мнению бизнес-кругов, бизнес-сообщества и бизнес-союзов законодатели прислушиваются? Да, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что прислушиваются. Если раньше нам было очень тяжело донести свои проблемы в госструктуры, то на сегодняшний день мы это делаем в онлайн-режиме точно так же. Если у нас какие-то проблемы возникают, мы увидели, что есть проблема, мы пишем письма. То есть для этого даже специальных мероприятий дожидаться не нужно? Нет, не нужно. Какие инициативы буквально тезисно уже воплощены в жизнь? Что считается своей особой гордостью? Ну, самая большая гордость, это, конечно, у нас указ президента Республики Беларусь номер 40. Это о фонде социальной защиты населения. Предприниматели пытались его как бы донести и просили об этом знаменитые индивидуальные предприниматели. Работаешь, платишь, не работаешь, не платишь. И как бы мы в рабочей группе при Министерстве экономики подняли этот вопрос еще в 2016 году. Тогда замминистра и председатель нашей рабочей группы была Ирина Костевич. Потом она стала министром труда. И вот в то время, как бы нам очень здорово повезло, она много работала с нами. Мы много собирались в нее на рабочих группах, обосновывали, рассказывали, почему это. Ну, то есть, я не хочу сказать, что мы это делали для того, чтобы все уходили от налогов в фонд социальной защиты. Есть такая проблема, когда, например, индивидуальный предприниматель, сам из Российской Федерации. Заболели родители, уезжает туда на полгода. И он не осуществляет деятельность. Но фонд, он обязан платить все за эти полгода. Дальше есть такие проблемы. Мы поднимали, как бы, эти вопросы и говорили, молодой человек зарегистрировал предпринимательство и ушел в армию. Для того, чтобы его закрыть, тоже нужно время, да? Вы знаете, как у нас забирают в армию. И он приходит из армии через полтора года. А мама оплачивает фонд социальной защиты за все эти полтора года. Поэтому есть вопросы, которые мы действительно... Вопросы от жизни. И вот, на ваш взгляд, насколько все-таки часто прислушиваются к мнению бизнес-кругов? Ну, если это обосновано, если это действительно есть вопрос, то в основном всегда идут. Я понимаю, что государство отставит свои интересы, бизнес свои. Но, как бы, мы находим компромисс практически всегда. Жанна Екальевна, спасибо за это интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо огромное. Спасибо и вам. Шанс на материнство. У семейных пар со следующего года появится возможность бесплатно пройти одну процедуру экстракорпорального оплодотворения. Это станет возможным благодаря указу президента о социальной поддержке отдельных категорий граждан. В Беларуси ЭКО можно сделать только в Минске и Гомеле. Марина Северьянова побывала в областном диагностическом медико-генетическом центре. И узнала, как там готовиться к нововведениям. Вы каждый день на работе занимаетесь чем? Мы занимаемся, делаем детей, грубо говоря. Занимаемся тем, что соединяем мужские и женские клетки в чашках. То есть, говорят про биргах, но на самом деле это происходит в чашечках. Врач пунктирует, отсытым получаем женские яйцеклетки. Мужчина сдает сперму, мы ее обрабатываем специальным образом. И затем в этих же чашечках соединяем мужские и женские клетки. И оставляем их на определенное время. Через сутки мы уже видим, произошло плодотворение или нет. Дальше начинают развиваться эмбриончики. Развиваются 4 бластомера, 8, то есть геометрической прогрессии. И мы смотрим по качеству и количеству эмбриончиков, полученных при таком плодотворении. И с третьего по пятые сутки подсаживаем уже готовые эмбрионы в матку женщине. По законодательству икону о платной основе можно делать до 49 лет. Что касается бесплатной попытки, которая станет возможна со следующего года, то тут возрастное ограничение до 40. Есть и другие нюансы. Когда белорусские женщины уже смогут по новому законодательству попробовать одну попытку экстракорпорального оплодотворения, и что для этого нужно? На сегодняшний день, насколько нам известно, с 21 года, с января, планируется вступить в законодательные моменты по поводу проведения ЭКО на бесплатной основе одной супружеской пары. Для этого необходимо обязательное условие, что супруга должна быть до 40 лет, оба должны быть гражданами Республики Беларусь и в официально зарегистрированном браке. На сегодняшний день наша область и, в принципе, страна в целом находится на состоянии формирования комиссий по отбору пациентов для проведения бесплатной попытки ЭКО. Как только появится информация, куда подавать документы, как подавать документы, мы это можем увидеть на сайте нашего учреждения. Каждый год процедуру экстракорпорального оплодотворения в Гомельском медико-генетическом центре проходит около 300 женщин. Кстати, в прошлом году после ЭКО смогла забеременеть и родить 46-летняя женщина. Но в таком возрасте шансов на удачную попытку все меньше. Из этих 300, сколько процедур заканчивается беременностью и родами? Согласно статистике, у нас результативность программы ЭКО 35-40% до 40 лет. После 40 лет эту цифру можем делить на двое. С чем это связано, я вам уже говорила, что чем старше женщина становится, тем результативность программы ЭКО ниже за счет снижения яичникового резерва. Как и во всем мире, тенденция откладывать материнство характерна и для Беларуси. Понятное дело, что каждая женщина или пара сами решают, когда наступит их время стать родителями. Но статистика все равно подтверждает, что у молодой женщины до 30 лет беременность и рождение ребенка проходят легче и с меньшим риском патологии. На сегодняшний момент мы тоже сталкиваемся с такой ситуацией, что наши пациенты обращаются в более зрелом возрасте для проведения программ ЭКО. Или просто даже в обычной жизни для планирования беременности. Дело в том, что европейские влияния, тенденции оказывают все-таки свое воздействие на разум наших пациентов. Но все-таки нужно делать все своевременно. Чем раньше пара обращается за помощью, я говорю непосредственно об ЭКО, результаты будут выше. Чем раньше женщина сама планирует беременность, тоже это перспективно наиболее лучший вариант в плане соматического состояния, то есть личного ее здоровья, понимаете, морального. Потому что чем младше женщина, она легче переносит и беременность, и рождение ребенка, и воспитание этого ребенка. Если смотреть раньше, когда я пришла работать в центр, я пришла работать в 99-м году, то получается такой момент, что обращались пациенты более молодого возраста. 25 уже рожали многие. Сейчас, наоборот, после 25 планируют беременность. Но некоторые пары в 35 лет только обращаются за первым ребенком. На мой взгляд, все-таки это поздновато. Если женщина долго не может забеременеть, лучше сходить к специалисту. Тут точно нельзя терять время. Ситуация с репродуктивным здоровьем, оно бесценна. Марина Северьянова, Игорь Морищенко, Новости недели. Торжественная церемония открытия, фестиваль винограда, город мастеров, праздник вкуса и хорошего настроения Мясмолфест. Показательное выступление спортсменов и чемпионат по бомбическому фитболу. На этой неделе Гомель отметил свой 878-й день рождения. Организаторы постарались сделать его максимально разнообразным и, как следствие, интересным для всех. Что из этого получилось, знают наши корреспонденты. Гомель. Сквер имени Громыка. Еще в 10 часов утра, за 2 часа до официального открытия праздника, здесь открылся город мастеров. Предложение на любой вкус. Причем все, что можно увидеть на прилавках, исключительно ручная работа. От детских игрушек до корзин. Такими пользовались еще наши прапрабабушки. Спросом пользуются. Плести, конечно, тяжело. Труд нелегкий. Лазу надо заготовить, а потом выварить, и потом только начинается плетение. Это очень долго, так скажем. И само плетение, варенье, заготовка. Тяжело. Несмотря на кажущуюся простоту исполнения, многое из предлагаемого – продукция эксклюзивная, которую, оказывается, хорошо знают не только в Беларуси. Бываю на Коринской ярмарке, на Международной, на Хотморской ярмарке посещаем. Также бываем на Севенской, Брянской, в Орле, в Тамбове, в Калуге, во Владимире, Ярославле, Белгороде, Курске. В многих регионах бываем. Ну, все, что бывают в фестивале, мы туда ездим. Нас там уже знают, приглашают нас, нам рады. И как бы прием у них очень теплый, дружественный. Хорошо. Ну, и Беларусь, устроюсь, не забываем. Выставка винограда – мероприятие, которое в рамках празднования Дня города проводится относительно недавно, но уже пользуется большой популярностью. Как выяснилось, среди гамильщан немало поклонников этой ягоды, при том, что выбор действительно большой. Считается, что сегодня в Беларуси можно выращивать около 500 сортов. Считали, что в среднем Беларуси вызревает до 500 сортов. Ну, а сейчас селекция идет вперед, поэтому вызревает гораздо больше. То есть диапазон очень широкий. Есть еще учитывать технические сорта, то есть там для соков. И не только соки, если при желании у нас можно хорошую отрасль винодельческую наладить. В принципе, сорта сейчас выбор большой. Выбор большой, просто этим надо заняться. Сделать праздник интересным для всех. Организаторы решали эту задачу различными способами. Мастер-класс с участием кузнеца организовали на площади Ленина. Попробовать свои силы предложили всем желающим, в том числе и подросткам. Что позволило им реально оценить свои способности. Для неготового человека это сложно, да, руки все забились, но это очень интересно. Интересно вот изготавливать всякие вещи там разные. Интересно, ну, сам процесс интересен. Вообще, главная площадь Гомеля в этот день стала своеобразной визитной карточкой учреждения образования. Здесь и молодежные флешмобы, и подготовленная учащимися колледжа кулинарии выставка кулинарных шедевров. Уже завтра они отправятся в Минск, где пройдет республиканский чемпионат лучших молодых специалистов. В этих соревнованиях колледж участвует с 2014 года и всегда возвращался домой с наградами. Готовимся каждый год. У нас разработана целая программа подготовки, стажировок. Мы в рамках этой подготовки сотрудничаем с Российской Федерацией и с Республикой Италия. Ездят туда наши специалисты на стажировку и сами на участие в конкурсе. О наградах мечтают, вероятно, и все участники еще одной праздничной площадки – спортивной. Она заняла часть набережной реки Сож. Здесь и футболисты, и фехтовальщики, и борцы. Здесь и действующие чемпионы, и будущие медалисты. Владислав Ананенко свои возможности оценивает адекватно, а поэтому вначале рассчитывает на чемпионский титул республиканского уровня. Стать чемпионом республики, чемпионом Европы, чемпионом мира. Выиграть все, что только возможно. Все реально. Люди же добываются, значит, всем все реально. Набережная реки Сож в день города – это одновременно и своеобразная выставка достижений, и большая фотозона. Здесь же площадка областной госавтоинспекции с выставкой служебной техники разных лет. В начале следующего года в ГАИ планируют открыть музей служебных машин. Однако сейчас это еще не экспонаты, а поэтому на них можно и посидеть, и сфотографироваться. Здесь же можно получить и уникальный документ – детское водительское удостоверение. Нужно только сдать тест на знание правил дорожного движения, срок действия по достижении совершеннолетия. Стараемся напомнить азы правил дорожного движения. Дети с удовольствием решают какие-то задачи, направленные на безопасность дорожного движения. Также представляем здесь технику, которая использовалась сотрудниками органов внутренних дел раньше. Также показываем современную технику, на которой сотрудники работают в настоящий момент. Гражданам очень интересно. 12 часов дня, 12 сентября 2020 года. На главной площадке праздника начинается официальное открытие дня города. Гомель отмечает свое 878-летие цветущим, уютным, солнечным и любимым. Только в этом году здесь открылась школа, несколько детских садов, бассейн и поликлиника. В ближайшее время планируется построить еще одну школу и возобновить строительство так называемого «Восточного обхода», который станет одной из главных транспортных артерий города. И в качестве подарка от облсполкома – три сертификата на миллион рублей каждый. На открытие спортивно-игровых площадок, реконструкцию приемного отделения больницы скорой помощи и строительство учебного заведения в микрорайоне «Хутор». И в рамках того же официального открытия – вручение свидетельств о занесении на городскую доску почета. Лучший среди районов – Новобелецкий, лучшие промышленные предприятия, акционерное общество «Мелковита» и «Гомель-железобетон». И в качестве уже неофициальной части – большой концерт с участием звезд белорусской эстрады и местных творческих коллективов. В «Гомеле» в этот день вообще много концертных площадок. Пожалуй, одна из самых крупных – возле Ледового дворца, где проходил организованный мясомолочным холдингом «Мясмолфест» – фестиваль еды, музыки и самых разнообразных конкурсов. Вроде битвы на сосисках. Сосиски, правда, были ненастоящими. В отличие от приза – метровой колбасы сорта «Докторская». Весом, кстати, почти 5 килограммов. В целом же, подводя итоги, можно с уверенностью констатировать – праздник получился. Очень нравится праздник, и мы любим такие мероприятия массовые. Мы очень всегда активно участвуем во всех конкурсах. Круто, здесь много людей собралось, круто организаторы сделали. Хочу сказать, что все прекрасно. Беларусь наша на высшем уровне. Все. Спасибо за такого настроения. Всем вам всего хорошего. Олег Сентюров, Сергей Краснобород, Сергей Лукашук. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова